Всем привет! Сегодня хочу разобрать планировку, которую я делал по заказу одного из застройщиков. Застройщик из города Краснодар обратился ко мне с просьбой рассмотреть планировку. Та, которая у него оказалась после проектировщиков, она ему не понравилась и он захотел сделать что-то другое, что-то лучшее. Поэтому давайте смотреть, что у меня получилось. Итак, вот перед вами эта планировка. Это двухкомнатные апартаменты, есть спальня и общая гостевая зона. Пожелания клиента следующие. Я строю дом большой многоквартирный и этот дом высокого уровня в центре Краснодара. Цены будут соответствовать на высокие, выше, чем у соседей. Вот такие исходные данные были мною получены от заказчика. Я начал изучать планировку и, конечно, немножко удивился, мягко говоря. Объясню почему. Изучая планировку, у меня сложилось такое впечатление, что это квартира не высокого бизнес-уровня, а что это квартира для семьи, которая взяла ипотеку. Почему? Потому что она спроектирована с двумя спальнями, с очень маленькими комнатами. Такое ощущение, что вот хотим экономить, лишь бы влезть. Понимаете, я поэтому и говорю, что вот семья молодая, у которых не очень много денег, они взяли ипотеку, ищут где подешевле. Чувствуете уже нестыковка? То есть мы хотим продавать дорого, ну заказчик в смысле, а квартира выглядит так, как будто она для вот ипотечников. Почему? Потому что, входя в квартиру, мы видим маленькую прихожую, из которой мы можем попасть в спальню, в которой небольшой шкаф, сама спальня маленькая. Далее мы попадаем в проходной, ну коридор, наверное, я бы это назвал, в котором разместилась кухня со столом. И далее мы уже попадаем в гостиную, где вот есть диван, телевизор, и из нее, значит, в спальню нишу. Ну то есть такое место, видимо, для родителей, у которых денег не хватило на отдельную комнату, чтобы там нормально отдыхать. Ну вот комната ниша. И отдельная, и всего лишь одна ванная комната. Вот, понимаете? То есть я поэтому и говорю, что это что-то для ипотечников, но так как дом планируется продаваться по высоким ценам, выше чем остальные, то, соответственно, портрет потребителя, он другой. Ну то есть, скорее всего, это человек с высоким уровнем дохода, ну не знаю, со средним уровнем дохода. Это может быть бизнесмен, это может быть, ну давайте там, например, айтишник какой-нибудь, да, который хорошо зарабатывает. Это может быть какой-то менеджер там какого-то высокого уровня, да. И причем это человек, который живет один, ну или с парой, то есть без детей. Вот такой портрет потребителя я взял и для него начал придумывать свой вариант планировочного решения. И рассматривая эту квартиру для молодого человека, ну или средних лет, бизнесмена, ну или айтишника, или который живет один, либо с парой, то у меня получилась вот какая планировка. То есть, во-первых, когда мы заходим в квартиру, мы должны сразу же ощутить простор, а главное радость от того, что я пришел домой. Вот в этом варианте, в первом, соответственно, таких ощущений мы не получим, потому что мы зашли и сразу же уперлись в шкаф, да. То есть, мы сразу ощутили зажатость и нехватку пространства. В моем варианте шкаф больше, обратите внимание. И мы сразу видим, то есть мы не напарываемся никакой мебели, а мы попадаем сразу же в большое просторное пространство, в котором есть пуфик, на котором можно посидеть. Перед нами какой-то красивый комод. Например, он может выглядеть вот так вот, с картиной или зеркалом. В общем, это место может быть каким-то красивым, и оно обязано быть красивым, чтобы мы сразу же получили радость, удовлетворение от того, что я попал домой. Вот такой вот большой просторный холл в сравнении с тем, что было. Конечно же, гораздо выигрышней смотрится. Спальню я оставил так, как есть, потому что другой конфигурации здесь придумать невозможно. То есть, кровать стоит правильно, шкаф есть, ну и хорошо. Дальше мы должны попасть в кухню-гостиную, что я и сделал. И вот посмотрите, как я разворачиваю здесь это пространство. То есть, во-первых, я избавляюсь вот от этой вот коморочки под названием спальня, которая без окон. Там даже если двери закрыть, чем дышать, непонятно. То есть, конечно, я это все убираю, поэтому я и предлагаю, что портрет потребителя – это человек, который будет жить один, или это будет семейная пара жить без детей. То есть, вот им спальня, пожалуйста, вот им общее пространство, пожалуйста, в котором они могут гостей встречать, там какие-то праздники отмечать. Вот у меня основной кухонный гарнитур. Это просто рабочая поверхность, и я предлагаю без верхних шкафов. Не нужны верхние шкафы, просто низ и все. Хранения будет достаточно, потому что рядом есть три пенала, в котором можно организовать хранение, встроить холодильник, поставить духовой шкаф, микроволновку, ну и так далее. Все, что нужно. Напротив него находится стол. Все это находится на одной оси, то есть композиция симметричная. И вторая ось проходит по кухне и дивану, по телевизору. И здесь еще есть кресло со столиками. Столик нужно обязательно предусмотреть, потому что, сидя на кресле, удобно поставить кружку какую-то, или телефон положить, или книгу. А если ничего нет, то на пол придется кидать. Здесь у меня есть эти столики. Какое-то дерево можно в угол поставить, сразу же это придаст интерьеру живость и красоты. Диван большой, 2,5 метра здесь по длине. И за диваном находится небольшая барная стойка. Почему? Потому что за ней классно посидеть, посмотреть телевизор, например, с чашечкой кофе. На ней тоже можно что-то и порезать. Можно поставить корзину с фруктами, например. Ну и отсюда удобно подавать на стол еду. Поэтому компоновка очень удобная, она просторная. Мы раскрываем пространство, окна, свет. Вот все это сейчас здесь хорошо. Ну и осталось помещение в ванной комнате. Она здесь одна. То есть есть ванна, раковина, унитаз. И больше здесь нету. Ну, например, стиральную машину отсюда я убираю. И ставлю ее вот в такую кладовочку, через которую, собственно, мы в эту ванну и попадаем. Она именно для этого и нужна. Чтобы здесь был хозблок, стиральная машина. А еще это дополнительный звуковой буфер, чтобы звуки не распространялись из ванной в комнату гостевую. И вот тогда такая квартира гораздо больше подходит для человека-бизнесмена. Ну, я не знаю, там, менеджера какого-то. Ну, в общем, успешного человека, который, в общем, живет и радуется, да. А не вот мучается вот в этих вот маленьких комнатушках. Пишите в комментариях, как вам планировка. Согласны вы со мной или не согласны. И что думаете по этому поводу. Ну, и, конечно, я напомню, что разбор планировки я могу сделать для вас. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь всегда к вашим услугам. А также дизайн-проекты великолепные, которые вы можете посмотреть на нашем сайте и увидеть, какие прекрасные проекты мы делаем. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. И да пребудет с вами муза. И удобная планировка.